Вот вспомнилось мне последнее выступление Трампа на Генеральной Ассамблее Организации Международных Наций, где ни одного слова не было сказано про Россию, только в контексте такого небольшого пинка Германии, за то, что вот в результате Сиренова была только два, а она будет как бы зависеть от России. Вот, честно говоря, меня это удивило. То есть было сказано обо всем, и об Америке. По-разному оценивали это выступление Трампа, но меня поразило, что вот вообще о России ни слова, как будто вот ее и нет, но это же неправда. И вот, а то, что об Украине ни слова, допустим, это мне понятно. Но это вот позиция Америки. Нет, нет. Или что это? Это не позиция Америки, это позиция Трампа. Позиция Трампа. И позиция Америки другая. Другая, конечно. Если взять позицию Конгресса или Сената, даже там какой-то небольшой перевес есть у Трампа в один голос. Но вообще, как позиция Конгресса, там было бы очень много про Россию. Если бы это выступал человек с общей позицией Конгресса и Сената. И что бы он тогда сказал? А он бы тогда сказал, что Россия угрожает интересам Соединенных Штатов Америки. Там, 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 там. Что нам надо усилить санкции против России. Что нам необходимо наклонить наших партнеров, которые себе много чего позволяют. И так далее, и так далее. Это их официальная позиция. Они за эти законы голосовали. У них все это есть. Но, как бы, фокус в том, что сегодняшняя американская, как бы, политическая конфигурация такая, что Трамп выпендривается сколько может. В чем-то не может. И уступает, да. Но в чем-то он движется в том русле, в котором он заявил еще во время избирательной кампании. Который сказал, что хочу поладить с Путиным. Получше поладить, чем не поладить. И он такой упрямый человек, да. Вот казалось бы, что он вообще балбес. Ну, так себя ведет, совершенно неадекватно. То одно говорит, то прямо противополучит и так далее. Но, видимо, стержень у человека есть. Понимаете? Вот не упомянуть Россию, это скандал. Вот вы правильно сказали, что это действительно странно. Это скандал, потому что это прямой вызов Конгрессу и Сенату. И он себе позволяет это накануне очень важных для него ноябрьских выборов в Сенат и Конгресс. Это я тоже очень удивился. Думал, что хотя бы хоть что-то он скажет, да. Хоть какой-то как бы пас сделает Конгрессу. Нет. И это при том, что если он сейчас проиграет эти выборы, то вероятность импичмента будет очень высока. Поэтому вот такая ситуация. Это, кстати говоря, вообще заслуживает какого-то специального политического анализа людей, которые, ну, как бы более компетентны в современных теориях, чем я. Поскольку, ну, я становлюсь в тупик, понимаете. Но вот что может происходить, если есть такой конфликт президента, у которого очень много полномочий. Ну, вот сейчас там идет скандальный, как бы абсолютно фантастический, как по мне, скандал по поводу назначения президентом члена Верховного Суда. Они же назначаются пожизненно. Этот Верховный Суд стоит над двумя ветвями власти. Законодательной и судебной. И сейчас устраивает совершенно... Ну, вы знаете, наверное, ту историю, когда... Ну, напомните нашу... Да, женщина, женщина, которая... То есть президент предложил кандидатуру еще одного судьи. Там их 9 человек, этих небожителей. Значит, если этот человек будет проголосован в Сенате, что вот его надо туда как бы назначить, да, это человек Трампа, да, то перевес в Верховном Суде будет на стороне Трампа. Если же его забаллотируют, и будет какой-то другой человек, или, например, будет там перевыборы, там ситуация изменится после вот этих довыборов, да, и навяжут как бы Трампу другую кандидатуру, то Верховный Суд... А что такое вот этот сумасшедший Верховный Суд? Он вроде бы выглядит как судебная ветвь власти, а на самом деле это высшая, даже законодательная власть. Он, ну, например, может принять решение, там, запретить аборты. И это его решение будет. Это будет решение законодательного характера, но решит это Верховный Суд. Это 9 небожителей. То есть это же, как по мне, вообще разрушение демократической структуры Соединенных Штатов Америки, что там исчезает разделение властей. Если президент, республиканец, он назначает своего человека туда, на пожизненно. И реализует, соответственно, с помощью Верховного Суда такую политику, которая соответствует его интересам. И это получается, что судебной вествии власти, строго говоря, нет. Она есть одновременно, частично и законодательная, поскольку принимает решения по принципиальным вопросам жизни страны. И она не может быть оспорена. То есть если эти 9 небожителей что-то приняли, так и будет сегодня. Нет инструмента. И она одновременно является частично продолжением исполнительным, потому что президент предлагает назначать. Единственное, что Сенат утверждает. И вот как раз эта война за одного человека в Сенате. И будет решаться судьба не только вот этого человека Верховного Суда, но еще и самого Трампа. Потому что, ну я уже сказал, что если демократы выиграют, то вероятность импичмента высокая.